Скажу, наверное, вещь, которую ну, которая, наверное, рушит понимание того, что вообще, как бы, происходит. Понимаете ли, у нас в институте мы изучали профессию службы безопасности с разных сторон. Саму профессию, самих вот этих вот людей, которые там работают. И что выяснилось? Выяснилось то, что большинство людей, а точнее подавляющее большинство людей, 99,9% неправильно себе представляют ключевой навык этой профессии. Не имеют ни малейшего представления. То есть, вот эта программа, через которую в государственных вот этих вот структурах проводят, программа, в которой в частных структурах, она не имеет ничего общего с той профессией, которая их ждет. Вообще. Я же объясню, почему. Дело в том, что одним из величайших специалистов в области обучения был академик Григорий Семенович Попу. Я с вами, я вас с ним немножечко познакомил. Это один из тех трех, о которых идет речь. В начале. Один погиб, вот это второй. Генерал-лейтенант, академик, доктор наук Григорий Семенович Попов. Профессор, ну безусловно. Григорий Семенович Попов. Одним из его выдающихся научных открытий являлось понятие ключевого навыка эпохи. Что говорил Попов? Он говорил, что каждая эпоха историческая имела свой ключевой навык у людей. То есть, если мы говорим там Средние века, если мы говорим Ренессанс, всегда был ключевой навык, вокруг которого закручивалась наука. Требовано. Ключевое. И как вы понимаете, почти до 20 века, а в некоторых государствах почти до 86 года, ключевым навыком человека было умение держать клинковое оружие. То есть, это был единственный навык, который позволял ужить. Другого навыка можно было что? Никакого не иметь. Вообще. Почему? Потому что все вопросы решались только так и больше никак. То есть, если вы не можете держать клинок в руках, значит, вы сильно долго на земле что? Не задержитесь. Вас просто убьют. Поэтому вы можете посмотреть, что в Королевской Лондонской библиотеке лежит более двух тысяч томов документов о том, как один человек хороший должен убить другого хорошего человека. Понимаете, да? То есть, там поясняется, в целых трактатах научных, как убивать людей. Очень подробно описано. И это считалось самым благородным из искусств, которые существуют. Что, конечно, не касается нас с вами. Мы жили в определенном месте, который называется Царская Россия. Я имею ввиду, наши предки с вами жили. А там это, ну, не сильно, так сказать, вот было популярно. Попытки брать в руки клинок, любой клинок, они, конечно, считались благородными, но нечестными у нас. То есть, если в Западной Европе отношение к клинку, оно какое, благородное, у нас эта вещь неблагородная. Как рассуждали наши правящие люди. Они говорили так, что фехтование, любое фехтование, ножом, палкой, там, ну, не важно, что у вас в руках, любым оружием фехтование, требует длительной системы что? Подготовки. Соответственно, заранее известно, кто победит. То есть, уже в начале поединка, если я мастер фехтования, а вы второй день только задеваетесь, то известно. А сатисфакции может потребовать что? Любой человек дворянского, ну, как бы, происхождения. Поэтому нас предпочитали что? Божий дуэт. Дуэль на пистолетах, вы помните, как Лермонтову или Пушки. У нас предпочитали Орел-Решка. Потому что пистолет в тот момент времени был какой? Несовершенно. И неизвестно, что он вычудит на дуэль, этот пистолет. И поэтому, как бы, считалось, что у нас благородной дуэлью считалась стрельба из пистолетов с 12 шагов. И никто на клинках отношения что-то не выяснял. Потому что у нас клинковая дуэль, она ближе к криминальной дуэлию между собой. Но это не значит, что их не было. Они были. Когда встречались люди, которые договаривались о такой дуэлью, да, то была дуэль на клинках. Но если речь шла о какой-то громкой дуэли, ну, то есть, когда нужно было выяснить действительно, кто прав, кто виноват, то Орел или Лешка считалась более справедливой дуэлью, чем дуэль на клинках. В Европе дуэль на пистолетах до 1844 года считалась гадостью. То есть, любой человек, который прикоснулся к огнестрельному оружию, он был осужден всем обществом. Этого человека что? Больше не существовало ни для кого, ему не подавал больше никто руки. То есть, мужчина, который взял в руки огнестрельное оружие, он не пользовался уважением ни при каких обстоятельствах. То есть, как бы, это ужасно было. Любой человек, который пытался, смел дотронуться до огнестрельного оружия, выясняя, защищая личную честь, на войне, пожалуйста, хоть обстреляйте во врагу. Но, когда ты защищаешь личную честь свою, ты не имел права взять огнестрельное оружие в руки. И Бласко Флорио в 1844 году пишет, что любая попытка взять пистолет, это что? Бесчастье. В своем трактате, в фехтовании он не пишет, это бесчастье. То есть, для дворянина это бесчастье. То есть, стрелять в своего абонента это бесчастье. Просто. То есть, если у тебя не хватает духа взять нож и убить человека до жопы, значит, ты трус. Просто. То есть, там мужские качества ценились намного выше, чем они ценились что? У нас. Вот это как раз, честно говоря, не касается Юга Украины, где мы с вами сейчас находимся. Здесь вообще у нас дуэль это какой-то анахронизм. То есть, мы как бы не привыкли к этой форме. У нас, как бы, убивали людей просто, без всякой дуэли, решали вопросы, как бы, зачем какая-то дуэль? Нам в голову не приходило, что нужно какая-то какие-то реверации для того, чтобы кого-то убить. Ну, пошли и убили, и все. И закончили. Что это вот? Зачем эти танцы с волками все? То есть, у нас другое представление об этом и во всем. То есть, мы вот чужды дуэли, как таковой. То есть, Юг Украины, он вообще чужд дуэли, как таковой. То есть, у нас, если вот кто-то кому-то не нравится, то его убивают прямо на месте. И не надо ничего придумывать. И в этом случае мы очень похожи на кого? На итальянца. Потому что в Италии дуэльный кодекс появился только в XIX веке. То есть, там тоже никто не будет с того лукавого, никаких дуэлей никто не назначал. То есть, просто брали и убивали сразу человека на месте. Это, в общем-то, я бы сказал, испанская традиция. Да, то есть, испанцы, они как бы привыкли к тому, что все вопросы разрешаются здесь и сейчас. Но в этом месте никаких секундантов не нужно для того, чтобы защитить свою честь. И поэтому, чаще всего, все ссоры возникали где? Ну вот, в питейных разного рода заведениях, где люди сразу выходили на улицу, чтобы не мешать, не смущать людей в заведении. И тут же убивали друг друга ножом или шпагой, ну, сразу на месте, без секундантов, танцев, реверанцев, вот это 4 утра, туман и прочая аромантика. Это все было чуждо, как бы, вот это танца. Поэтому они убивали люди и сразу. Поэтому, когда в свое время на севере Италии были, вот Алиса помнит, профессор Мерендони говорил, что у нас на севере люди добиваются, да, и сразу убивают. То есть, они не занимаются выяснением, там, когда, во сколько мы встретимся, давайте разберемся, давайте все будет по правилам. То есть, правил нет никаких. Вот здесь поймали человека, здесь его и убили, как бы, да. То есть, и никто, и вот у нас на Украине приблизительно, мы больше похожи на итальянцев, на северных, в этом случае, что у нас тоже никто не разбирается. У нас, если человека ловят, его убивают прямо здесь, на месте, и никто ему не вызывает этих секундантов, там, никто не говорит, там, пришлите ко мне домой секундантов. То есть, нам это как-то, ну, короче, лимонас это все прошло, все эти дуэли, танцы. То есть, мы считаем, что зачем так долго человек обучить, когда его можно сразу, кто-то, то есть, решит вопрос. Вот. Поэтому, по сути, еще вот эта вот, знаете, патотипологическая часть, вот эта вот коллективная, бессознательная, как говорил Юнг, оно, как бы, у нас еще живет, ну, с тех древних времен. Поэтому у нас несколько другой взгляд и на безопасность. То есть, потому что дуэль это опасность, это угроза собственной, как бы, жизни, в том числе и клинковым оружием. И поэтому мы, как бы, к опасности относимся вот сиюминутно. И из этого у нас с вами происходят некие проблемы, мы не видим опасности на длинную перспективу. Потому что дуэль это длинная перспектива. То есть, это поссорились, в сатисфакциях, пошли по домам, прислали секундантов, секунданты договорились о правилах, определили место. Смотрите, неделя может пройти, пока это все произойдет, да. У нас же все происходит как мгновенно, вот здесь и сейчас. То есть, все ситуации происходят вот здесь и сейчас, то есть, пружинным способом. И, соответственно, мы за многие века в голове привыкли к тому, что все вопросы решаются ими. То есть, если два мужчины поссорились между собой, то лица они бьют друг другу прямо здесь, они никуда не выходят, и не ждут никакой сатисфакции, вы же прекрасно понимаете. Если уж дошло до драки, то бить будут прямо здесь, а не потом, через два дня. Зачем нам надо идти на два дня, когда можно выяснять отношения прямо здесь? Вот это вот как бы совсем не похоже на то, что происходит в Европе. Совсем не похоже на то, что происходит в Европе. И это свойственно больше северу Италии, чем это свойственно, в общем-то, каким-то другим регионам Европы. То есть, другие регионы Европы, они до 86-го года назначали дуэли прямо в парламенте Франции. То есть, была ситуация, вот Ольга Викторовна писала статью на тему, что в парламенте Франции два дворянина не смогли выяснить отношения в парламенте Франции по одному вопросу, спокойно вышли, один и второй с приходитыми носами, вышли спокойно, поехали к одному домой, выпили коньяку, сели, пригласили секундантов, достали две рапины, встали в позиции и один ранил другого в плечо и тем самым разрешил вопрос сатисфакции. После этого перевязали и обратно сели за стол, опять выпили коньяку и это все закончилось. То есть, еще в 86-м году в парламенте Франции, парламентарии ПР Франции решали вопрос с шпагой, для того, чтобы, а это уже, извините, 1986 год, это, извините, год совершенно недавно был. То есть, у них собственное представление о конфликте, как этот конфликт должен разрешаться. У нас на Украине собственное представление, в Москве и в России там собственное представление о конфликте. Наши представления с Москвой расходятся о конфликте. Мы по-другому решаем вопросы. В России там, я же вам говорил, Лермонтов, Пушкин, там стреляются на пистолетах. То есть, клинком никто вопросы не решает. У нас как бы смешанная система здесь, в Украине. И такая есть, и такая, и такая. Из-за этого куча векторов угроз, потому что даже планировать на приблизительное время безопасность очень что-то непросто. Потому что даже архетипологически мы разные, ну совершенно, с Россией уж точно, не похожи друг на друга, и менталитетами, и всего остального. Я говорю, мы больше похожи на Север-Италии, там, где Венеция, вот на тот регион, на Тоскану, где вот так решают, как у нас, вопросы. Так вот, обратите внимание на то, что, в общем-то, когда мы говорим о всех этих предпосылках для обучения, как бы, человека, у нас возникает один вопрос простой. А чему же вы учите? Когда Попов исследовал эти вопросы, он дал ответ на вопрос, касающийся личной охраны. И ответ звучал так. Ключевым навыком телохранителя является безошибочное принятие решений. Обратите внимание, назовите мне в ВУЗ, назовите мне хоть одну школу, где людей учат принимать безошибочное решение. Таких людей что? Нет. Просто. И в ВУЗа такого нет. Соответственно, учить их стрелять, бегать, что-то там сопровождать, строиться в какие-то геометрические конструкции и прочее, это все, что не нужно. Если он не может принимать быстро, безошибочные решения, то все остальное не имеет никакого значения. То есть он не является той профессией, о которой идет речь. И то же самое касается, что? Служба безопасности. Служба безопасности, ее основной навык, это предвидение. То есть прогнозирование возможных угроз. Кто учит людей прогнозировать возможную угроз? Никто. Такого вообще нет. Нигде. Соответственно, любого человека возьмите по ключевому навыку в Украине, который существует, он не профприкудент. Который будет просто не профприкудент. То есть простейшие задачи математического содержания на скорость принятия решений покажут, что он не сможет в эти короткие рамки успевать решать подобного рода задачи. Отсюда и все неприятности. То есть ключевой навык отсутствует. А соответственно, нет ключевого навыка, всего остального уже не нужно. Нам вообще не нужно всего остального. Это представьте себе врач, который умеет все, кроме того, чтобы лечить. Да, то есть это круто, конечно. Он может носить халат белый, может сидеть красиво ножку на ножку в кабинете. У него есть такая вот штучка, у него тут какая-то там лампочка в голове, как у робота. Понимаете? Все есть, кроме того, все умеет, кроме лечить. Понимаете? Вот то же самое со сотрудником службы безопасности. То есть то, что нужно уметь, он не умеет. А то, что не нужно уметь, он умеет. И вот когда-то в свое время на одном из симпозиумов, человек съел человек 60 телохранителей, я выступал перед ними около 4 часов. И как бы он меня спросил, один парень поднял руку, говорит, Олег Викторович, скажите, а почему не нужны, вот это же, они же нужны эти навыки, почему они не нужны? Я говорю, я не так сказал, что они без этого навыка не нужны. Но вам отвечу на вопрос. Дело в том, дело в том, что когда тебе в последний раз приходилось стрелять в людей? Он молчил. Ну когда ты стрелял, убивал человека в последний раз? Он молчил. Или ну когда? Что тебе сложно сказать? Никогда. Правильно. А зачем тебе этот навык? Ну если ты вообще этим не занимаешься? Зачем тебе навык стрелять в людей, если ты этим не занимаешься? А что ты делаешь целыми днями? Перечислили. Ну он начинает перечислять. Говорю, видишь, то есть ты занят совершенно не своей работой. Ты целыми днями занимаешься не своей. Так может это должность по-другому, не телохранитель называется, может она как-то по-другому, почтальон, там еще как-то, собака на поводке с хозяином, там еще как-то называется, но это не телохранитель. То есть у всех вещей есть название, понимаете? И машина называется машиной, потому что она соответствует критериям машины, понимаете? У людей не существует никакого представления о том, чему их учить. То есть они даже не знают, какие навыки им понадобятся, для того, чтобы решать задачи, потому что эти люди, которые преподают, они никогда не работали в службе безопасности. Ни один из них не работал в самой службе безопасности и не выполнял задачи, которые там, ну, потребны. Даже на низком каком-то уровне среднего предприятия, понимаете? Никогда такого нет. Субтитры подогнал «Симон»!